МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на канале ТНТ в этом выпуске. Время очередей оставят позади. В Магаданской области помогут с возведением детских садов. 100 малышей до 3 лет уже в этом году получат места. Доступ к малонабельным группам населения. Календарная весна не отменяет холодов. Должностные лица обяжут более оперативно реагировать на жалобы колымчан на теплоснабжение. Организовать круглосуточный прием обращений граждан. Технократ в Апале. Подрядчик, обслуживающий магаданские погосты, себя не проявил. Муниципалитет берет решение проблемы в свои руки. Мы, конечно, будем делать все для того, чтобы расторгнуть договор. Творческий триумвират. Секреты преподавания музыки в репортаже очерки Виктории Цивыревой. Вот они бегут на эти уровни. Об этом и многом другом за 15 минут. Недостаток мест в ясельных группах областного центра стал поводом для выездного совещания мэра Магадана и губернатора. Свободных мест ожидают около 200 малышей. К строительству готовят школу-детский сад на 50 учеников и 30 дошколят в поселке Снежном. Сейчас проводится экспертиза проектно-сметной документации. Кроме того, задуман новый проект на месте недостроенного здания в третьем микрорайоне. Современный корпус для 140 детей. Власти уверены, что в ближайшие 2-3 года мест в ясельных группах будет хватать всем. Проблему в значительной степени поможет решить открытие пятого детского сада – бывшего экоцентра. Городские власти ведут реконструкцию здания. Особенностями учреждения станут соляная комната для профилактики респираторных заболеваний и болезней органов дыхания. И первая в Магадане пляжная комната. Сад рассчитан на 220 мест, 100 из которых для крох ясельного возраста. До конца года работы планируют закончить. На сегодняшний день ждем положительной температуры, чтобы начинать бетонные работы. Весна у нас затяжная, температура на улице составляет минус 20 градусов ночью. Бетонные работы с использованием соли и патажа допускаются только до минус 15 градусов. Реконструкция идет по графику. Мэр Юрий Гришан добавил, что современной будет и территория вокруг здания. Часть работ – укладка асфальта и монтаж уличного освещения – выполнят специалисты муниципальных предприятий. К запуску готовится территория опережающего развития Колыма. До 15 апреля проект представят в Минвосток развития России. В его рамках планируется реализация восьми объектов. За семь лет в поселках Талая, Мсукчан, Эвенск, Кубка и на острове Завьялова планируют возвести тепличное хозяйство, рыбоперерабатывающий завод, туристические базы, объекты энергетики. Инвесторы готовы вложить более трех миллиардов рублей. Реализация программы позволит создать около 200 рабочих мест. Это частные инвестиции, участники которых получат хорошие преференции, освобождение от налогов. Вкладывая свои собственные деньги, они получают возможность быстрее купить свои проекты, свои инвестиции с учетом льгот, которые предоставляются в территориях опережающего развития. На Дальнем Востоке уже действуют 18 территорий опережающего развития. В Магаданской области единственный регион, где программа ТОРов пока не реализована. Более 8 миллионов рублей направят муниципальным образованием Колымы на возмещение затрат, связанных с проведением гастрономического фестиваля. 18 марта едва ли не на всех участках региона избирателей встречали, что называется, хлебом с солью. Магадану создание настроения обошлось в 5 с лишним миллионов. Результат достигнут. Явка колымчан на минувших выборах превысила 70%. На заседании правительства обсудили 33 вопроса, в их числе рассмотрение жалоб на проблемы с отоплением. Чиновники должны организовать круглосуточный прием обращений. За прошлый год и первый квартал 2018-го в Магадане поступило 22. Орган местного самоуправления в течение трех суток, в отопительный период в течение 24 часов, должен рассмотреть обращение заявителя, установить причину отсутствия отопления, либо его ненадлежащего качества. Также на заседании правительства утвердили план реализации госпрограммы по обеспечению колымчан доступным и комфортным жильем. Ее финансирование в этом году превысит 3 миллиарда рублей. По состоянию на 1 июня 2017-го в Магаданской области около 1300 семей, которые состоят на учете и нуждаются в улучшении жилищных условий. Магаданцы в социальных сетях поднимают проблему качества дороги к городскому кладбищу на 14-м километре. Подъездные пути завалены снегом, и на автомобиле невозможно добраться до захоронений. Ответственность за их обслуживание лежит на компании «Технократ плюс». Помимо расчистки территории, необходима подсыпка подъездных путей и вывоз мусора, пока подрядчик не справляется со своей работой. Мы, конечно, будем делать все для того, чтобы расторгнуть договор. Нам придется тратить в очередной раз на это дополнительные бюджетные средства, для того, чтобы привести к 17 апреля, к родительскому дню, кладбище в надлежащий вид. Очистка тропинок от дорог к могилам и их постоянное содержание лежит на родственниках усопших. Научат говорить на родном языке. В национальных селах Северо-Венского округа могут вести необычные уроки. Сохраняя вековые традиции, колымчане отметили праздник весеннего равноденствия Наврост. Мобильный репортер опроверг устоявшиеся мнения про водобоязнь семейства кошачьих. Кузи нравится. Работа магаданской художницы Натальи Ковалевой может получить федеральное финансирование. Речь идет минимум о 30 миллионах рублей. Такой приз предусмотрен в конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды. В Магадане объект выбирали жители областного центра. 833 респондента проголосовали за парк «Маяк», который, по задумке автора, должен украсить улицу Приморская. Практическую реализацию обсудили в мэрии. Парк вместит травяной лук, амфитеатр, зоны для роликов и скейтов, аллею и прочее. Предусмотрены также смотровая площадка и кафе. Дизайн-проект художницы получит продолжение в более масштабном преображении всего побережья. Но эти работы в далекой перспективе, а парк «Маяк» в случае победы на федеральном конкурсе начнут создавать уже в этом году. Давай подумаем, о чем мы вообще играем. Это же какой-то рассказ, да? Коллеги называют гуру, ученики – вторая мама. Валентина Фиготина 48 лет обучает магаданских детей игре на фортепиано. Саму ее музыкальную школу Краснодара привела бабушка. Так начался долгий путь становления педагога. У англичан есть такая, ну, как бы, история. Англичане нас спрашивают, почему у вас такие замечательные зеленые газоны. Он говорит, что очень просто – надо стричь и поливать. И так 300 лет. Вот каждый ребенок приходит доверчивый, ему нравится. Он приходит в нашу школу. Нужно взять его маленькую ладошку и ввести в мир музыки. Всех своих выпускников Валентина Фиготина уже не помнит. Счет перевалил за полторы сотни. Сегодня у нее 19 учеников. На минувшей неделе на городской конкурс она выставила 6 солистов и 4 ансамбля. Все стали призерами. Обучение детей проходит не только с помощью традиционных музыкальных инструментов. В этих шкатулочках открываешь – звучит Чайковский, открываешь – звучит Кыльиза Бетховина. Дети уже с молодых ногтей знают. И там лежат призы, маленькие конфетки за каждую пятерку. Планы на протяжении полувека у Валентины Фиготины не меняются. 48 лет она преподает музыку. Сейчас идет подготовка к конкурсу юных пианистов. Возможно, гуру детской музыкальной школы обучает последний выпуск. Валентина Фиготина планирует вернуться в родной Краснодар. Проблема родного языка коренных малочисленных народов Севера стала центральной темой на заседании в правительстве региона. В общеобразовательных школах Магаданской области сложилась практика обучения на русском языке. С 2017 года изучение родного языка для коренных народов Севера осуществляется только на факультативных занятиях во внеурочное время. В четырех школах области в начальных классах преподается эвенский язык. В двух школах – корягский. Учителей не хватает. В регионе всего четыре человека с высшим специализированным образованием. На заседании предложили в национальных селах Северо-Венского городского округа открыть уроки родного языка. На занятиях детей обучат не только родному языку, но и литературе, декоративно-прикладному творчеству. Обсудив проект, точку не поставили. В течение месяца эту тему рассмотрят и еще раз вынесут на общественное обсуждение. 7 апреля в Магадане этнический фестиваль «Дзялбу». В переводе с эвенского – «Братство». Сегодня в мэрии Магадана обсудили программу. Впервые под открытым небом планируют готовить национальные блюда. Шурпа из оленины, уха, пирожки с брусникой и красной рыбой. В этом году праздник проведут на Большом поле за 31 кварталом. В театрализованном представлении примут участие ансамбли «НР», «Нелкани», а также приглашенные артисты с Чукотки, Камчатского края и Сахалина. Партнер проекта – компания «Полиметалл». Программе – гонки на собачьих упряжках и ярмарка изделий народных промыслов. Будет широко представлена культура коридных народов Севера. Будут представлены творческие номера, творческие площадки игр народов Севера, спортивные соревнования «Северное многоборье». Также будет представлено для гостей фестиваля угощение блюдом национальными кухни. Амахтонский питомник северных ездовых собак объявил конкурс детских рисунков на лучший логотип питомника. Авторы 10 лучших работ будут награждены бесплатной поездкой на собачьи упряжки. Рисунки принимаются до 4 апреля в Управлении по делам молодежи и связям с общественностью в мэрии Магадана. По адресу улица Горького, дом 16, кабинет 401. Нарисуем – будем жить! Сегодня подвели итоги первого регионального конкурса рисунков «Дом глазами ребенка». Участниками творческого состязания стали 24 юных художника. Из 27 детских работ отобрали 4. Рисунок победителя украсит фасад одного из 10 многоквартирных домов Магадана. Рисунки победителей будут выбираться из краткосрочного плана на 2018-2020 годы. Это будет выбрано по решению комиссии, по решению определенных специалистов. И в самого района дома, в каком районе мы сможем воспроизвести данный рисунок, чтобы это не было вычурно в контексте нашего города. Голосование проходило на сайте фонда, а также в социальной сети ВКонтакте. Выбирали жители Магадана и работники сферы ЖКХ. Победителем конкурса стал Артем Сакирко с рисунком «Одуванчики». На втором месте – Екатерина Зинатова с веселыми красками. Приз зрительских симпатий получила Софья Яценко. За ее работу «Улыбнись и взлети» проголосовали более 100 горожан. Схожие традиции, но праздник исключительно восточный. На Колыме отметили Навруз. В день весеннего равноденствия встретились представители азербайджанской, дагестанской, узбекской диаспор. Главное украшение – пророщенная пшеница, которая символизирует начало полевых работ. Угощались также долмой, пловом, свежей зеленью и фруктами. Конечно, не обошлось без восточных сладостей. Их должно быть семь разновидностей. Не меньше внимания уделяют и другим традициям. Перед праздником нужно покаяться в грехах, простить долги, сделать уборку. Начинаем со двора. Убираем своих дворов, убираем своих домов, очищаем духовно себя, приходим навещать пожилых людей, им дарим подарки и, естественно, сами одеваемся что-то новое. На Ближнем Востоке Навруз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов. 30 сентября 2009 года праздник был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Теперь 21 марта Навруз отмечается как международный праздник. Мобильный репортер опровергает устоявшееся мнение про водобоязнь семейства кошачьих. Домашний питомец Кузя спокойно принимает душ. Возникает ощущение, что ему процесс даже нравится. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. За ролик, вышедший в эфир, автор получит 100 рублей на счет телефона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова